Всем привет! С вами Ольга Придухина, врач-акушер-кинеколог. И сегодня мне бы хотелось поговорить с вами на тему теста на беременность. Тема очень такая интересная, очень резонансная, потому что для каждой женщины тест на беременность играет разную роль. Кто-то очень ждет беременности и очень радуется, когда на тесте увидит две полоски. Кто-то наоборот, для него эта беременность не запланированная. Женщина не хочет данную беременность, и для кого-то это, конечно, такое огорчение, расстройство. К сожалению, это так. Поэтому, когда же правильно нужно делать тест на беременность? Как минимум, где-то на 10-й день задержки менструации мы всегда рекомендуем сделать тест на беременность. Но сейчас есть тесты, которые уже с первых дней очень чувствительные задержки. В принципе, также могут показать беременность. Но если рассказывать на своем примере, на примере своих знакомых, то очень часто на 5-6 день тест показывает отрицательный результат. И приблизительно где-то к 10-му дню он становится положительным. Такое тоже очень часто встречается. Что же за тест? То есть, тест это больше такой медицинский скрининг. Как раз объясню, на что он влияет. То есть, в крови у беременной в организме выделяется гормон, так называемый хорионический, гонадотропный, человеческий гормон, так называемый ХГЧ. И во время беременности уже практически с первых дней он потихонечку-потихонечку начинает расти. В зависимости от теста, кто-то более чувствительные тесты есть, какие-то менее чувствительные. И, соответственно, чем больше в днях концентрации, тем больше тест ловит беременный вы или не беременный. То есть, тест будет положительный в зависимости от этого. Поэтому на первых днях там практически небольшой уровень, и некоторые тесты просто не срабатывают. Почему всегда рекомендуем где-то с 10 дня начинать делать тесты на беременность. Вот такая ситуация. То есть, хорионический, гонадотропный, человеческий гормон ХГЧ мы измеряем в моче, когда делаем тест на беременность. Но, конечно, бывают ситуации, когда тест положительный. Ситуация очень печальная. А сейчас многие женщины, девушки, сторонники того, что мы тесты сделаем, и все, и будем ждать. Беременность у нас все хорошо, мы беременны. В консультацию мы не пойдем, в частный центр мы не пойдем, наблюдаться мы не будем, потому что это все зло. Ребенку навредят, мы будем сидеть и ждать. Только чего ждать в данном случае, непонятно. Потому что, если у вас положительный тест на беременность, для вас сразу же следующий шаг – пойти и сдать кровь на ХГЧ. Это очень важно. Потому что сам тест на беременность, именно вот с мочой, нам показывает факт беременности. Либо две полосочки, либо одна полосочка. Если же мы говорим про кровь на ХГЧ, то здесь нам конкретно будет показан срок беременности. Потому что чем больше срок беременности, тем больше повышается хорионический гонадотропный гормон. И тем самым мы с вами, сдав кровь, можем понять наш с вами срок беременности на сегодняшний день. Поэтому это обязательное условие. Особенно, когда речь идет о том, как развивается беременность. Для нас тоже очень важно, происходит нарастание этого гормона или не происходит. Следующий момент, когда может быть тест на беременность положительный. То есть вот у меня есть как раз пациентка, которая долгое время не могла забеременеть. И вдруг звонит, что да, Ольга Викторовна, тест положительный. Я говорю, хорошо, приходи на УЗИ. Она говорит, да я пока не буду, я подожду, а УЗИ вредит. То есть мне никаким образом, то есть она не слышала вообще категорически, что нужно сделать УЗИ, сдать кровь еще на ХГЧ. И, соответственно, лежала, отдыхала дома. То есть продолжала свой обычный образ жизни, работала, больше отдыхала. И, соответственно, один раз она мне звонит среди ночи. По моим подсчетам, это был срок 6 недель беременности. От того, что у нее сильные боли в правом боку. Сильные, что она прямо хочет кричать, хочет плакать. Эти боли нестерпимые, очень сильные. И я ей сказала, срочно нужно ехать на УЗИ. Она приезжает на УЗИ, и там мы диагностируем внематочную беременность. Это тот вариант беременности, при которой тест на беременность положительный. А эмбрион как раз вот тут вот у нас застрял в маточной трубе. То есть была трубная правосторонняя беременность. И ситуация действительно серьезная, потому что если эмбрион закрепился в маточной трубе, то, соответственно, расти он здесь уже не может. То есть он растет, растет, но труба не может долго растить данный эмбрион. И поэтому в любой момент может лопнуть и начаться серьезное осложнение, как перитонит и в дальнейшем сепсис, вплоть до гибели женщины. Поэтому ситуация очень серьезная, и при внематочной беременности мы всегда удаляем эмбрион. То есть это хирургическое вмешательство, хирургическая операция с вмешательством. Иногда даже убираем часть маточной трубы. Это, конечно, очень серьезно. Следующий момент, то есть что важно, обязательно, кроме того, как сдать кровь на ХГЧ, обязательно сделать ультразвуковое исследование. Обязательно для того, чтобы зафиксировать факт маточной беременности. После того, когда вы зафиксируете, что беременность действительно маточная, то вот с этого момента можете уже спокойно отдыхать во время беременности. Следующий момент, который также может быть и беспокоить женщину, это тоже была пациентка, у которой кровотечение началось практически... Сначала был тест положительный, затем началось кровотечение. Пошла на УЗИ, беременности нет. То есть беременность была, но плодное яйцо не имплантировалось, то есть вышло и началась менструация. А гормон ХГЧ уже был повышен, так как беременность была, и постепенно нарастал, и поэтому долгое время еще циркулировал в крови. И, соответственно, тест положительный, беременности нет. Такая же ситуация может быть. Также еще тест на беременность может быть положительный при опухолях, особенно рак легкого. Также отсутствие беременности показано по УЗИ. ХГЧ и мочей в крови может нарастать. То есть это серьезный симптом. Поэтому очень аккуратно нужно относиться к тестам на беременность. Если он у вас положительный, обязательно сделать кровь на ХГЧ, посмотреть срок беременности, и обязательно УЗИ, для того, чтобы подтвердить, что беременность именно маточная. Затем тесты бывают разные. Самые дешевые, самые дорогие. Разный фактор чувствительности. И вы можете выбрать для себя самый необходимый. Делается очень просто. При небольшой задержке менструации опускается в утреннюю порцию мочи лакмусовая бумажка. Если уже есть гормон ХГЧ, тест на него реагирует, и будет две полосочки. Если нет, то одна полосочка. Но еще раз говорю, есть совершенно разная чувствительность тестов. Сейчас такие дорогие современные тесты показывают нам даже некоторый срок беременности. Но для этого, конечно, лучше уже еще обязательно сдать кровь на ХГЧ. Поэтому всех очень люблю. И до скорой встречи.